Приветствую вас, дорогие козероги! Благодарю вас за то, что вы снова со мной. Давайте посмотрим, что приготовила вам следующая неделя. Стучит, гремит, сердце успокоит на недельке с 10 по 16 октября. Работа, финансы, личные отношения, эмоциональное состояние. Основа ситуации. Восьмерка жезлов, карта путешествий, карта новостей, карта получения каких-то документов, посылок, общения, общение на расстоянии. Для кого-то карта влюбленности. Давайте смотреть, что случит. Шестерка жезлов, карта поездки, карта переезда. Для кого-то переход с одной работы на другую работу. В любом случае ситуация улучшается. То есть вы идете к своей цели. При помощи других людей, которые вам помогут в решении каких-то вопросов, вы сможете добиться желаемого результата. Гремит жрица. Для кого-то это проиграется как получение дополнительной информации. Что-то тайное станет явным. Видите, открытая книга знаний. Еще карта указывает на то, что вам стоит доверять своей интуиции. И, скорее всего, на следующей неделе вы будете прислушиваться к ней. Это карта еще духовного роста. Для кого-то может проиграться как желание пойти к практику. Например, к тарологу, к экстрасенсу и так далее. Тому подобное. Для того, чтобы получить какую-то дополнительную информацию, принять правильное решение. Вот этот вариант тоже есть. В плане работы. Четверка копков. Наступило время какого-то разочарования. Такое чувство, что работа есть. И, в принципе, вы заняты. Но она не приносит вам больше то удовольствие, которое приносило раньше. И вы захандрили. И думаете, что же все-таки делать. Остаться здесь или перейти на новое место. Если вы ищете работу, то по данной карте здесь будет вам предложение. Единственное, что постарайтесь не упустить его. Потому что предложение может быть не совсем то, на что вы рассчитывали. Но, тем не менее, на это предложение стоит обратить внимание. Потому как работа к вам здесь идет. Финансы. По финансам здесь все хорошо. Старший аркан императрицы говорит о достатке, о плодородии. О том, что вы можете позволить себе в финансовом плане достаточно много вещей. То есть здесь траты могут идти и на себя любимую, и на маму, например, и на тетю, и на бабушку. На любимую женщину в семье, другими словами. Здесь можете вкладываться в какие-то косметологические, косметические процедуры. Для кого-то выйдет на повестку дня вопрос беременности. То есть могут быть траты на подготовку к беременности, либо на подготовку к родам. То есть когда закупили все, что нужно для будущего ребенка, либо решили какие-то вопросы с врачами и оплатили врачебную помощь, скажу так. Кто-то может заниматься здесь своим садом. И такие мелкие вещи, как купили новый цветочек, это тоже траты финанса и что-то, что пойдет вам в радость здесь. Но по финансам все хорошо, все прекрасно. Личные отношения. Старший аркан смерти. Это карта трансформации, это не карта смерти как таковой. То есть она говорит о том, что ваши отношения переходят на какой-то новый уровень. То есть ваша личная жизнь меняется. Для кого-то это может быть выход в позитиве. То есть вы встречались, решили пожениться. Вы встречались, вы решили съехаться, жить вместе. Вы жили вместе, вы решили узаконить свои отношения. Иногда это проигрывается в негативе. Вы жили вместе, решили разойтись. Но давайте уточнять, потому что по-разному может проиграться. Поэтому для тех, у кого есть партнер, к чему здесь эта трансформация идет. Здесь больше проиграется для тех, кто в парах. И действительно по десятке кубков. Это карта семейная. И во многих колодах это действительно карта свадьбы. То есть здесь могут идти разговоры о том, чтобы узаконить отношения. О том, чтобы расписаться. Один из партнеров может очень сильно на этом настаивать. Такой вариант здесь есть. Для тех, у кого ты не стоишь на повестке дня. Здесь больше проигрывается, как достаточно сильное влечение к своему партнеру. Могут быть даже какие-то созависимые отношения. Но отказаться от этого партнера не можете. Стараетесь, но не можете. Такое ощущение. Что хочется уйти, выйти из этой связи. Потому что могут быть токсические отношения здесь. Но не можете. Тяжело это все дается. Потому что есть зависимость либо финансовая, либо эмоциональная. Либо сексуальная. Для тех, кто не находится в парах. Давайте смотреть, что здесь у вас за изменения идут. Для тех, кто не находится в парах, здесь могут быть какие-то перемены в вашем состоянии внутреннем. То есть, может быть, желание уединиться, побыть наедине, отстраниться от общения в какой-то степени. Смотрите, как для тех, кто не находится в отношениях, идет желание избавиться от страхов, что вы будете одни. Что останетесь одни. Давайте посмотрим, куда это вы идете. К чему это вас приведет. Здесь очень сильные опасения идут в плане того, чтобы не попасть в зависимость от партнера. Чтобы вами не манипулировали. Не переживайте, одни вы не будете. Здесь в перспективе у вас будет встреча. Не на следующей неделе, но в перспективе будет. Давайте смотреть ваше эмоциональное состояние. Тройка мечей. Карта разочарования. Карта потерь. Карта уныния. С чем это у вас связано? Для кого-то связано с разрывом отношений в прошлом. Здесь падает пара. Королева жезлов и король жезлов. То есть люди, рожденные под огненным знаком. Чаще всего проигрываются как овен лев, либо стрелец. То есть переживания здесь могут быть в плане разрыва личных отношений. Для кого-то переживания могут быть о родителях. Здесь как пара проигрывается. Для кого-то переживания могут быть в плане карьеры и бизнеса. То есть у каждого будет свое, но эмоциональное состояние желает лучшего. И что вам делать, чтобы преломить его? Выпадает вам королева Пентакли. Карта-сигнификатор Козверога Тельца и Девы. И данная карта говорит о том, что сфокусируетесь на себе, сфокусируетесь на своем здоровье, на финансовом благополучии, на работе, на карьере. Поменяйте свой фокус, переведите его целиком и полностью на себя. А что сердце вам успокоит? То, что сможете отстоять какие-то свои границы, получить желаемо. То есть, скорее всего, у вас либо сладкая позиция, либо вы достаточно хорошо себя чувствуете в жизни, в принципе, по сравнению с другими людьми. Либо у вас есть что-то, на что претендуют другие. И здесь то, что вы сможете отстоять свои границы, сохранить свое, вам успокоит сердце. Давайте посмотрим совет вам на следующую неделю, что здесь. Выпадает вам старший аркан Суд. Карта достаточно судьбоносная. Как совет, она говорит о том, что вам действительно нужно принимать правильные решения. И не будет лишним на следующей неделе подумать о родных и близких. В широком понимании это слово. То есть, это карта рода. Уделить внимание папам, мамам, бабушкам, дедушкам. В плане карьеры данная карта говорит о том, что если вы занимаетесь чем-то, что вам абсолютно не нравится, не по душе, возможно, стоит перейти на другую работу. Возможно, даже стоит переквалифицироваться. Возможно, стоит перейти на работу, которая даст вам возможность работать по другому графику. Вот этот вариант здесь тоже есть. Ну что же, мои хорошие, пишите мне, как проигрываться, либо не проигрываться для вас этот расклад. Вот так и проигрываться для вас этот расклад. Продолжение следует...